Восемь часов, без перерыва, фигачим, а потом едем на нетворкинг-ивент. Выглядит, как что-то абсолютно закрытое. Я готов к процедуре. Беру. Никто тебе тут ничего не дает. Сибири Тайгер. Я делаю отличный контент для отличных людей. Это я делаю. Акрашена! А, брат, попался, попался, брат. Сейчас я тебя не пропущу, не пропущу. Это для Максима? Да, только для Тайга. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Значит, через час придет Лео, а через полтора придет клиент. Я приехал пораньше, потому что я не очень люблю спешку и люблю с толком, с чувством, с расстановкой начать утро, чтобы все было прям по своим местам. Все работало, все летало. Восемь часов без перерыва фигачим, а потом едем на большой нетворкинг-ивент к пацанам, которые делали пост-продакшн для шоу «Тед Лассо». Мне важно узнать у них и их пайплайн. Ну вот, например, сегодняшний клиент, это, по сути, друг Лео, собирается поступать, условно говоря, на повышение квалификации, в какое-то мощное место, где 20 человек в год только могут повышать свою квалификацию, там гигантский конкурс просто, а для того, чтобы поступить, делать какую-то работу. И вот он снял что-то, и нужно теперь сделать ему цвет. Соответственно, супер-супер важно сделать это хорошо, а там же, естественно, нет бюджета, не светили, кто следил за экспозицией, закрыли-открыли по херу. В общем, чинить, красить и делать так, чтобы его не отчислили сразу, не отсеяли, чтобы она была проходная. Да. Слушай, ты не висит. Я получил это. И это пространство пасса. Мы можем, понимаете, все в одинаковый балл. Это не будет выглядеть идеально. Будет выглядеть идеально, я имею в виду матч-виз. Континуты-виз. Вы должны быть в виду ДИТ. Но, я имею в виду, это алекса. Плотно динамик. Highlights выглядят вполне рекомендуемые. И шагов. Так что... Что-то невероятное, чтобы увидеть, как много ты смешиваешься, без демонстрактирования. Потому что это... Я не знаю. Мы покрасили первые две сцены с ребятами. Им все нравится. Теперь я делаю матчинг всего фильма под эти две сцены. Что я там понял? Я уже не первую сессию делаю с клиентом из моей студии. Но в этот раз там присутствовал Лео, собственно, который и драйвил всю эту сессию. За что я ему сильно благодарен. Он прям снял с меня весь этот стресс. И, соответственно, он сидит с клиентом и общается с ним. Я начинаю понимать психологию работы колориста и клиента. И это прям очень ценно. Он знает, что нужно, чтобы это красить. Поэтому он подберет правильное слово. И сделает так, чтобы клиент сам как бы принял решение, которое нужно для нас, для колористов, чтобы мы успели за день все это сделать. Вот этому нигде не учат. Никаких там YouTube курсов нет. Это нужно прям присутствовать при сессиях с настоящими живыми клиентами у настоящих живых профессионалов. Вышел я, значит, перекурить. А тут у нас грибной дождь. И смотрите, какое закатище. Ну, это, конечно, пушка. А... Магия. Это магия. И удалось. То есть за день мы все починили, все сделали. И он супер доволен. Как я понял, что он действительно доволен, а не просто доволен из вежливости. Он на следующий день принес просто... Холодильник не заставил. Вот этим замечательным просто напитком богов. Целый холодильник. Эмоция не наигранная. Видимо, действительно понравилось, как я сделал работу. Ну вот. Клиент доволен. Все счастливы. И теперь можно ехать на нетворкинг. Узнавать, что же они там наделали в Тедди Лассо. Как это все было устроено. Это мне сильно поможет с вокабуляром, так скажем, на большом проекте с мистером Пачино. Потому что нужно понять, как устроен постпродакшн в больших штуках. Ага, так это всего лишь в 20 минутах от меня. Здравствуйте. 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 Не много трофея. Ну, ты не сможешь трофея здесь. Это нормально. Попробую найти еще здесь вход. Вот это что ли? Выглядит как что-то абсолютно закрытое. А вон какая-то жизнь. Здравствуйте. Я сейчас и у said. Здравствуйте. От Pep. Здравствуйте. 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 Вы выбраться. Но речь идет о том, что отнPressения Макси. Надеюсь, что сегодня это будет много интересных ABOUT Патриста. И много обмена опытом. Нетворкинг – это ведь не только клиенты, а опыт – он прям супер важная штука. Клиенты приходят и уходят. Но с опытом ты быстрее, профессиональнее и более подготовлен, и крепче спишь. В общем, компания Digital Film 3 – это большой-большой пост-продакшн дом. И они делали весь DI Digital Intermediate, то есть пост-продакшн – это онлайн, это монтаж, это цвет, мастеринг. Они делали для шоу «Тед Лассо» – Apple Original Show. И, соответственно, я такой, о, отлично, отлично, съезжу я к ним на это событие, где у них, собственно, презентация того, что они там делали и как они там делали. Естественно, после любой презентации – нетворкинг. И нетворкинга там было достаточно много. Площадка только для нетворкинга у них, конечно, оказалась такая. То есть это зал, это помещение в галерее, там есть театр, кинотеатр типа, и там была презентация. После этой презентации в лобби, а там очень мало места, вот вообще яблоку негде упасть. Соответственно, ну, это, конечно, прикольно для нетворкинга, но когда в ограниченном пространстве так много людей, которые постоянно что-то говорят, то это вот вообще какафония. Ничего не понятно, приходится орать в уши. А если английский не твой первый язык, постоянно нужно делать «а?» «А?» Но самое главное, что удалось вытащить вот того чувака, который, собственно, спикер, он технический директор этой компании, Digital Film 3, и мы с ним разговорились. Он колорист, я колорист, и он просто какой-то прям, ну, мега-мега-ламповый чувак. So, LED wall, I'll give you, I'll give you my experience with, because I have not found an LED wall that I don't like. LED walls work in very specific situations, the ones that I have worked on. It was kind of a nightmare because they, the production blew their budget on LED wall, and the LED wall didn't have the resolution. You could see seams on the screen, you could see seams. It didn't look photo real. It wasn't perfect. There was a lot of blurs to make the background look good. And there was a short I did that was very action-heavy, and they were doing a car at night. We ran through some very quick tests, and it came to the day of shooting, and the screen did not hit black. So, what I would recommend, I think LED walls work really well when you don't need to hit black. If you can do a camera test, like, it's probably most important to do a camera test before the whole LED wall is built, just to see if it's going to work. The only thing I'm cautious about with production is LED walls. That is my suite. Oh, that's awesome. And that's a little client area. There's a couch, there's a client screen. I love it. That is a really nice setup. That looks really cozy, actually. I really like that. It is cozy. It is super cozy. That's why that director, he liked the suite. Nice. For this building called Iron Man, and I rented the room from them. Wow, that's great. In August. During the strike, during the strike. Wow, what a... And they let me in. Wow. And my plan was like, premeditated plan. That's great. All right, let's jump in. Let's not hire like a random place, but let's actually like a random place from the established post-production facilities and see how it goes. Yeah. If they let me in, you know, one water cooler, one coffee machine, one toilet. Yeah. And then, you know, we can order pizza, they all come on in. Totally work. That's great. Yeah. That's amazing. That's really good. Keep in touch. That was a hell of a conversation. Thank you so much. Let me grab your contact. Here, it's 714. We're with him and about it, 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 and about it. He told me everything, he told me everything, and about it. It's just the soul of the soul of the soul. Super, but what a good people are all the people. This person, technical director, and the main colorist, and he with enthusiasm, he's all the way to answer. He answered all my questions, and he's all the way to contact me. He now remembered me. I wrote to him in the phone, that he's just Max, like a colorist Al Pacino. It's amazing, that you can just go and buy what you want. It's about the knowledge of clients, the knowledge of clients, which will lead to the knowledge of clients. But it's simple. It's just the way to do it. Yeah, that's how I get it. And I get it. Actually, I get it. I get it. Nobody gives you anything here. It gives you only if you ask. So you need to ask. You have the initiative. You hold the word. You're responsible. You have a feeling of joy, but you're at the same time you're at the same time, as I promised. All is good. But for a better at this configuration, you need to do more networking. Networking, networking, networking. Gotta make sure the background is good. And the background is crazy good. Так вот, эти нетворкинг-события, они, к сожалению, выматывают и вытаскивают всю энергию, которая оставалась после нетворкинг-события, надо хорошенечко поспать. Я не знаю, что происходит у меня с зубами, но я за год уже, наверное, разумеется. Я за четыре езжу, потому что выпадают пломбы. А причем я за зубами метиколесли следил, то есть я ходил на чистки, носил сраные брекеты. В общем, я прям уделял зубам большое внимание. И что вы думаете? Один хрен, все сыпется. Хорошо, что есть страховочка, иначе можно без трусов остаться здесь с местными цельными на стоматологию. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА То есть ты говоришь, что ты учила английский в Армении? Да, так получилось. Все выучило, когда надо было. Можешь пару слов сказать? Конечно. Что ты хочешь сказать? Ты хочешь звонить и позвонить моего пациента? Нет, просто скажи мне больше о Армении. Армении. Ну, это красивый страна. Это, как мы любили сказать, как мы любили говорить о себе. Это первый страна, который принимает христианство. Я спросил, потому что ты английский. Это звучит, как ты учил меня уже 5 лет назад здесь, в городской школе. С 5 лет назад? Да, я был 5-11 лет назад, когда я начинала. Хорошо, я понял. Видите, ты прав. Да. Я готов к процедуре. Доктор, спасибо вам большое. Шнура, Калутин. Может вам денег надо было? Ну ладно. Ну да. Ну давайте. Было здорово на самом деле. Что-то мне подсказывает, что стоматологи здесь неплохо зарабатывают. Но в целом быстро, эффективно, круто, не больно. Я бы не сказал, что это какой-то лакшери стоматолог. Но дело знает, зубы полечены. Пора отправляться на нетворкинг-ивент. Обратите внимание на закатище. Ну в такой закат не грех и уйти. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. О, Корея. Так что, как долго ты был здесь? Дальше, это 30 лет. Это кажется, как вчера. У тебя есть семьи здесь? Да, мою мужу и мою дуру. Где ты? Яма со змеями. Называется так тусовка. Они каждую неделю проводят эти встречи, нетворкинг-событие. И проходит она обычно в Скайбаре. Скайбар находится в райончике Вест Голливуд. Сансет Плаза, Вест Голливуд, Родео Драйвуд, вот это все. Соответственно, Лухури, Лос-Анджелес. Все это происходило в месте, которое называется Скайбар. Там отличнейший вид. Бассейн, естественно, бар там их два даже. Маленький внизу и побольше наверху. Делает ее Коннор. Коннор из Бостона. Значит, чем примечательен Коннор? Коннор, значит, снял фильм с собой в главной роли. Сам его сделал, сам пошел на кикстартер и достал денег, сам достал команду, сам достал все. Снял фильм про драконов. Ну, то есть очень много спецэффектов, каждый кадр со спецэффектами. В этом фильме он, собственно, борется с этими драконами. Чувак, видимо, очень любит драконов. Но они нахастлили бабок, нахастлили команду, сделали все за три копейки. И какая-то селеба там будет озвучивать этого, собственно, дракона. dropping a little Damn. What are you shooting on over here? Just want my vlogging purposes. You know my brethren, welcome to the snake pit. Take a look. We're indoors tonight. We're gonna be showing the trailer for our movie. Welcome to Hollywood, dude. The project is super VFX heavy. This is my first real industry movie, but it will not be my last. I love the game, brother. I love the game. Дай мне русский язык, братан. Окрашено. Окрашено. Что у тебя здесь? У меня есть Sony A7 IV. О, хорошо. С камерой, светом. У нас есть айфон для настоящих вещей. Что ты делаешь? Я делаю отличный контент для отличных людей. Это я делаю. Тематика этой нетворкинг-вечеринки была. Это некрасивые свитера, подаренные твоей бабушкой на Рождество. Ugly sweater. У меня такого свитера, во-первых, нету, потому что у меня свитера жена покупает мне. А она, между прочим, award-winning costume designer. Она художник по костюмам. И, соответственно, она не может мне этот ugly sweater подарить. Сейчас я собираюсь аж. У почти ничего плохого. Уg. У- NI- Добавил субтитры DimaTorzok Вот он хастлер, этот Конор, это прям хастлер, а я же тоже хастлер, и соответственно у нас тоже с ним много общего И Конор, он же из Бостона, он сюда приехал и такой думает, у меня были впечатления, что здесь меня сейчас все будут ножами в спину затыкивать А на самом деле нет, тут достаточно коллаборативно все, все друг друга типа поддерживают, пытаются помогать, и это клево Какие впечатления, собственно, от этой тусовки, да? Никогда не знаешь, кто там будет, да? Вот мы общаемся с девочкой, и выясняется, что она с Украины, а она, значит, режиссирует рекламы и так далее, музыкальные клипы, да все подряд Общаемся с чуваком, выясняется, что он тоже с Украины, с Херсона, они тоже в индустрии Слушай, а ты откуда? Я с Украины Нет, в смысле, понятно, откуда именно? Я в Сон, я снимаю, у меня своя компания, в основе контент, потому что они хотят больше, типа, на социал-медиа, чтобы был какой-то постоянный контент На подписки, когда начинал, ходил по бизнесу, встречал, предлагал видосы, показывал, давайте это, давайте, то, вот, подписка, давай, покупай, давай, это, в основе, это, продаж Я вот так, за день, 20-30 бизнесов, нет, нет, там что-то да Сеть, ну, то есть эти контакты, это, это прям must-have, must-have, нетворкинг, это то, что, то, что кормит, по сути Нетворкинг, это, конечно, хорошо Но Несколько часов подряд громкого пи***жа Это все выматывает Ну, посмотрим-посмотрим 20 новых контактов Here it goes Alex Gold 30, you see the Russian name? Ого! Yeah! You wanna follow? Yeah, yeah, sure! Yeah, man, let them know you met Vinci, you feel what I'm saying? Vinci, man! Wigan big Vinci, man, stop playing here in New Orleans, all over to LA, man I met my dude here, you heard from Siberia, man, it's nice to meet you, bro, talking, you feel what I'm saying? Nice to meet you, bro! We gonna lock in here, you hear me, long little Jamelis, man, y'all know that Nice, man, that was great, that was awesome I mean, your network is your network The more people you meet, the higher you elevate, you feel what I'm saying? It's just any way, shape or form, it doesn't have to be monetary, you feel what I'm saying? It can be a sense of knowledge, you know, a vibe that you catch from a certain individual that you know you have a position you may want to be in, you feel what I'm saying? Like, not even to, you know, duplicate it, but to learn from it, you feel what I'm saying? To know how to compose yourself, how to carry yourself in certain environments Like, yeah, man, life be life, yeah, definitely Your network is your network, you feel what I'm saying? That's what's up, bro! Hello! I'm saying, well, who can we sell the billboard? Well, we're here, we're here, let's sell the studio Netflix, Warner Brothers, Warner Brothers, and so on But I think I'm staying here I'll see you soon I'll see you soon I'll see you soon Film 3 Takia Post Production Facility Konora серьезная и большая Все заиндеяна Скорее всего, они будут напрягаться Если я там буду с камерой бегать, как Шравикус Вообще, интересное дело Получается какой-то такой микроконфликт интересов С одной стороны, мне очень нравится снимать блог А с другой стороны, блогер на площадке Это как, наверное, баба на корабле ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте! Вы говорите, что это ваш первый день в Uber? Нет, это мой первый день, занимая Uber в Лос-Анджелесе. Вы только сейчас здесь уходили? Я уходил сюда, из Лас-Вегаса. Как в Лас-Вегасе? Убирая Uber в Лас-Вегасе, у нас больше трассы, и пешеходы, кажется, намного лучше. Убирая Uber в Лас-Вегасе? Убирая Uber в Лас-Вегасе? Убирая Uber в Лас-Вегасе? Нет, это не более опасно. Убирая Uber в Лас-Анджелесе. Есть всегда опасно, когда вы собираешься устранить. Но, для меня, я не был проблем с Лас-Вегасом. Некоторые люди иритые, но ничего не вредит. Прекрасное место. Тоже небольшое, отдельно стоящие зданицы. Там, в этом зданице, у них хранилище. Они там хранят онлайн-мастера. Делают привизы, делают цвет, делают дейли, делают все, что связано с постпродакшеном. По сути, диджитл-интримедиат. Клевые ребята. Очень много у нас общего, безусловно. Особенно с Томасом. Томас просто мой кумир. Прикольно у него методология, да? Не верь глазам, верь приборам. Конечно, проще и правильнее верить своим глазам. Но как убедиться в том, что твои глаза тебя не обманывают? Ну, типа, сегодня тебе кажется, это красный too much, а завтра тебе это красный, кажется, уже too little. И у тебя от дня к дню разное восприятие и контраста, и цвета, и всего. Оно все равно туда-сюда. Утром у тебя одно восприятие сатурации, вечером у тебя другое. Что с этим делать? Посматривать на прибор. С прибором у него все хорошо. Хардварные скопы. Осциллограф, условно говоря. Для false color он использует просто накамерный монитор Shogun. Пообщались, пообменивались опытом. Нетворкинг, он, видите, может привести до двери. А, между прочим, компания не то, чтобы сильно большая. Я люблю маленькие компании. Где там, допустим, 20 человек работает, такой небольшой стартапчик, и вот он. Через два рукопожатия, и у тебя уже босс. Ну что, поехали обратно на работу. Поработать-то тоже надо успеть. А вы откуда? Из Еревана? Да, из Еревана, да. Ну, давно уже я выехал оттуда, 30 лет назад. Скучаете? Конечно. В прошлом году был, конечно. Первый раз. 30-28 лет спустя. Ну, да, скучаю еще как. Ну и как, по-вашему, Лос-Анджелес за 30 лет поменялся? Я здесь живу где-то 25, а 5 лет жил в Европе. Ну вот за 25 лет. Как вы считаете? За 25 лет, что поменялось, я бы сказал ничего. Стабильно. Стабильно, серьезно. Я поэтому говорю, все стабильно. Не можешь конкретно что-то сказать. Ну, что хороший город или хорошая страна, это... без слов. И в России был, и в Кавказе был, в Европе был, в Турции был, здесь, не знаю, здесь, по-моему, самое лучшее место. Да, они говорят, это дороже, но ты получаешь, что ты платил. Да, точно. Лучше, чтобы было дороже, правда? Но зато у тебя есть работа. А если там будет, например, в Армении дешевле, люди не могут, не могут работать. Но зарабатывать, ты будешь сильно меньше. Нафига нам нужна 100 лет, понимаешь? В общем, в чем дело. Армяне там, где деньги. Это я понял. Все нормальные люди, где там, где деньги. Это точно. Люблю американцев, которые родом из Армении. Вот милейшие люди, на самом деле, и не откажут, и помогут. Гостеприимство 3000. Обожаю Глиндейл, обожаю армянское население, обожаю Бурбанк. Эту нетворкинг-штуку организовал как раз Саша Верхолик, который делает свет очень-очень давно. И он как раз мой учитель и наставник первый. Это лучшее безалкогольное пиво в Лос-Анджелесе. Во всем Лос-Анджелесе. Офигенное. Просто прям пушка. И познакомился тут со всеми крутыми колористами. И особенно с Александрой из Мил и с Йерланом. Грэйт трэк, сэр. Грэйт трэк. Он до сих пор сидит? Корифей, корифей цвета. И еще, чтобы Саша влезла в кадр тоже. Мы в Лос-Анджелесе вообще, и это Йерлан. Йерлан из Казахстана. Рок-звезда просто цветокоррекцией. Да нет, ты, собственно, главный герой кадра. Отходит такой, чтобы не мешал. Йерлан, расскажи, как вообще тебе сейчас в Лос-Анджелесе? О, это неожиданно. Вообще. Хорошо. Где мы вообще? Что это такое? Это, ну, я забил. Ага. Там я работаю вместе с Сашей. Привет! А с Сашей мы работаем на одном шоу Сэллинг Сансет и Сэллинг Орэндж Каунти. Да. Ты здесь давно? Полгода. Меньше, чем полгода. И все полгода ты, то есть, целенаправленно сюда приехал в Милск, правильно? А расскажи, как вообще так произошло? Они позвали поработать, и я приехал. Они в Казахстан тебе написали? Да, я в Казахстан написали, Ирлан, хочешь поработать в Замилу? Ага. Я говорю, я такой, вау. Интересно, вау. Ну, типа, я был уже как графистом, и Замилу работаю всегда смотрел, будучи графиста, просто Замилу весь адвертайзмент рил или бьюти рил, все рилы, короче, все коммершалы, суперболы, они мне лежали по папкам от Замил, МПС. Я только смотрел на них, а потом я там стал колористом, он был уже как бы бэфикс. Я ей такие пишу, Пол пишет, говорит, в инсте, и говорит, давай. Ты понимаешь, что они написали в инстаграме? Что Пол нашел Ирлана в инстаграме? Это просто... Я выкладываю и каждый раз дурю. That's what's up. Вообще. А меня тоже позвали. Так, сказали, нам нужен senior color assistant. Нет, они сказали, нам нужен color assistant, а я прошла интервью, и они такие, ну, ты звучишь как senior. Мне дали синера. Да, ты, на самом деле, senior, потому что я видел, что ты делаешь. А ты давно занимаешься цветом? Где-то уже 12 лет, может, больше. Из них добрая половина это цветокор. Я думал, что в цветокоре меньше масок. Как же я жестоко ошибался. А где ты научился делать цветокор? Цветокор научился в Казахстане. Мне предложили, когда еще Da Vinci вышел первый, бесплатный, там, за штуку баксов. И мы его установили на старый МАК. И я такой, вот у нас есть ивент, вот Da Vinci, вот пульт танки твоих, бери, красить, короче, и надо знать его в конце недели. А я Da Vinci вообще не знаю. А может Никода. Мы открыли Никода, потом благополучного закрыли и пошли с Da Vinci. Круто. Офигенно было, потому что познакомились с Ерланом, будем дружить, он теперь мой сосед. Это очень здорово и круто, и великолепно, я считаю. Наверное, все. На сегодня все. Больше никакого, ни слова про нетворкинг. Всем пока, ребят, спасибо, что смотрите. Для меня бальзам на душу, да. Всегда приятно, когда кто-то смотрит, комментирует, подписывается. Это прям душу мою согревает. Пока-пока.